В 10-м туре наша команда отправляется на выезд в одну из самых дальних точек футбольной карты России. Нас ждет матч в Красноярске против Енисея, а как известно, матчи в Восточной Сибири всегда получаются трудными и непростыми. Прямо сейчас команда из Красноярска располагается в турнирной таблице на 13-м месте. Красносиние уступает Балтике ровно 1 балл. Из числа тех, кто пополнил команду из Красноярска этим летом, на свой взгляд мы выделим 6 фамилий. 29-летний левый защитник Александр Масловский зимой из Омского Иртыша перешел в Оренбург, где сыграл всего в 4 матчах. За Енисея, включая кубковые встречи, в его активе 8 поединков, в которых дважды успел отличиться. Также из Оренбурга в Красноярск переехал правый вингер Алексей Скворцов, ровесник Масловского. Однако в этом сезоне Скворцов играл и на левом фланге, и на позиции центрального нападающего. В прошлом сезоне за Оренбург сыграл в 26 матчах, а в этом, как и у Масловского, 8 встреч и 2 гола. И еще один игрок, перешедший в Енисея из Оренбурга, 22-летний центральный защитник Иван Лапшов. Правда, в Красноярск центр-дев перешел на правах аренды. Минувший сезон футболист провел в Томске, где также был в аренде. Прямо сейчас в активе Лапшова 6 матчей за Енисея, включая кубковые встречи. 21-летний опорный полузащитник Сергей Чебисов перешел в второй команды «Зенита», где в прошлом сезоне сыграл 26 матчей. Этой зимой привлекался к работе с главной командой «Синий-Белый-Голубых» на сборах. Енисея сыграл в пяти встречах. Еще одно усиление правого фланга – 20-летний вингер Александр Натольский, на правах аренды перешедший из Чертанова, где в минувшем сезоне сыграл в 29 встречах. В этом сезоне за его плечами 7 матчей. Из числа тех, кто покинул Енисея этим летом, выделим двух футболистов. 28-летний аргентинский нападающий Хуан Лискана выступал за «Красносиних» с 2013 по 2016 года. Поиграл в РП «Лосанжи» и вернулся в клуб в 2019 году. Форвард покинул Красноярск в июле, переехав в Австралию. За Енисея в общей сумме сыграл в 117 матчах. Левый полузащитник Александр Харитонов является воспитанником местного футбола. В возрасте 38 лет завершил свою карьеру. За Енисея сыграл в 140 матчах. И еще один футболист, про которого расскажем в двух словах. 26-летний вингер Максим Лаук. Этим летом перешел в Енисея из пермской звезды. Сыграл за команду в 9 матчах, отметился двумя голами и неделю назад перешел в Кубань. В 9 матчах сезона сибиряки обыграли текстильщик, Олимп и Металлург. Сыграли в ничью с Кубанью и Волгарем, а также уступили Велесу, Спартаку, Хабаровскомуська и Аланьи. Плюс две победы в кубке. Результаты на вашем экране. Если взглянуть на статистику красно-синих, то в первую очередь в глаза бросается количество красных карточек. 6. Худший результат сезона. В среднем за матч наносят 13 ударов по воротам, 5 из 4 из которых в створ ворот. А это четвертый результат в лиге. Самые незаменимые игроки команды – центральные полузащитники Олег Ланин и Егор Иванов, сыгравшие в этом сезоне во всех 11 матчах, включая Кубковые. Самый полезный игрок Енисея прямо сейчас – Валерий Кичин. Центральный защитник трижды отличился, правда все голы – с пенальти, а также дважды отдавал голевые передачи. Ко всему прочему, на счету капитана Енисея 7 созданных голевых моментов – лучший результат команды. Также Кичин чаще всех бьет в створ ворот. Такие же бомбардирские показатели и у нападающего Анзора Санайи – 3 плюс 2. В 8 матчах сезона на его счету 11 голевых моментов. В среднем за матч дважды бьет по воротам, но число ударов в створ – 0,6. По индексу ожидаемых голов является лидером, что вполне логично. Кстати, Валерий Кичин в этом списке на втором месте. Санайя в среднем 25 раз за игру вступает в единоборство. Это второй результат в лиге, но выигрывает форвард лишь 40% из них. Кстати, по числу выигранных единоборств на втором этаже, форвард Енисея лучший в лиге прямо сейчас. В последний раз Балтика уступала в Красноярске в 2016 году. В 2017 и 2019 годах – ничейные результаты, а в крайней встрече Балтийцы одержали победу с отчетом 2-1. Что же, пожелаем удачи завтра нашей команде. Вперед, Балтийцы!